Так, ну что, посылочки отправлены, вот, на ваш адрес, вот, у меня уже скоро на руке мозоль будет, от того, как я заполняю постоянно, вот, что вам рассказать? Ты расскажи, ты расскажи, привет, девочки, ты расскажи про изменения по поводу посылок, значит, мы столкнулись сейчас вот с таким делом, то есть посылки, которые отправляются, вот, допустим, на Сахалин мы отправили сегодня одну посылку, у нас вышло 789 рублей. Я вообще таких посылок в жизни не отправляла, хотя раньше, когда-то отправляла, дешевле было, вот, на Сахалин, вот, я помню, что я много отправляю, но в этот раз прям, вообще, может, район какой-то был. На Камчатку тоже, там, 600, что-то такое вышло. Очень дорого, поэтому я, да, что ж такое, телефон виснет, сам приближает, вот, поэтому, если вот в район Камчатка, Сахалин туда, что самолетом доставляется, буду, ну, дополнительную плату с вас брать, девочки, потому что, ну, мне дорого. Отправлять я и мать Терезе. Ну, чтобы вы понимали разницу, допустим, вот, есть посылки, где-то, где-то 190 рублей, да, есть посылки, где-то... Ну, в среднем, около 300 рублей. В среднем, где-то 360-350 рублей посылка, вот, а это вообще 800 рублей. 793 рубля, да, за эту посылочку. Вот, я тут вопрос увидела, а вы умеете плавать? Я умею плавать, очень хорошо, кстати. Щучка, как заплыву. Я помню, в Германии, когда-то в этом бассейне, значит, решила прыгнуть с трамплина. Не умею, 12 лет мне было, или сколько, да, 12 лет мне было. Плавать, ну, с трамплина прыжки не умею, вот, а плавать умею я хорошо. Я как прыгнула, думаю, ну, сейчас я щучкой. Я как с трех метров, как сиганула, девочки, это кошмар был, или с шести метров. Ну, короче, высота была очень большая, вот, клянусь вам, и животом. Я думала, я себе все органы, все легкие, все кишки подбивала нафиг просто. У меня еще синяки какие-то по бокам были, боже. Я еле вылезла из воды, вот так вот дышала, я думала, не продохнусь. У меня потом еще месяц на рапочке легкие, все болело, свите, болело. Кстати, вот там вчера я выложил у себя на странице, что я тоже собрал боксы. Да. Мои дорогие девочки, сколько гневных комментариев я получил, что это стоит в пять раз дешевле. Я всем приглашал... Смоги в косметик спать, девочку. Я, во-первых, магнит-косметик такой не продается, во-вторых, я многим девочкам попросил, говорю, скиньте, пожалуйста, скриншоты цены этих. Вот вы говорите, что вы там в интернете сидите, ни одна паскудина не скинула. И знаете что? Я продал, мы сегодня отправили еще моих два набора, поэтому... Просто обидно, знаете, вот люди, особенно женщины, да, не разбираются в косметике, начинают писать гадости всякие. Да вы там магнит-косметикс, алиэкспресс какой-то. Ребят, мы не ходим по таким магазинам, мы не заказываем на этих алиэкспрессах, я понятия не имею, что там за косметика продается. Это первое. Второе. Откуда девочка может знать, сколько стоит мужская косметика? Это конкретно мужская косметика, это греческая серия, французская серия. Вы привыкли там мазаться этой золотой феей или как этот крем называется? Маленькая фея. Маленькая фея. Хотя он неплохой, я скажу так. А, неплохой крем, не маленькая фея, а очень хороший крем, я считаю, балет. Вот он реально классный крем. Ни разу не видела, у нас в загажнике болеть тяжело. Нет, нет, я просто помню, у меня мама им мазалась, я поэтому считаю, что это хорошее. Так это же, я считаю, мама мазалась. Это в каких годах у тебя мама мазалась? Ты еще под стол ходил, песенок. Нет, она еще мазалась в то время, когда тушь водичкой разводила. Ну вот, это же песенком еще было. И иголочкой потом выпрямляла реснички, я помню. И в глаз отрасила. А у меня мама до сих пор, кстати, иголкой до сих пор, да. Вот ей нравится, насколько ли ты, не могу говорить только так. Вот, и значит, почему? Просто не говорите никогда гадости на чужой труд, на чужой заработок, на чужое старание. Нельзя так делать. И тем более, вот мне нравится, как одна мне пишет. А куда она? Мы не к бабушке? К бабушке, но мне заправиться. А, как одна пишет. Да ты там это, хлам накупила на Алиэкспресс. Ну ляпает же ж, не знаю. Тем более, где космическая люкс класса, да. Ну это сразу понятно. И почему цена такая? У меня вообще копеечная цена. Вы в магазине в жизни такого не купите по моей цене. Женьке бьюти бокс стоит 11 700. Ребят, в магазине вам все это выйдет около 27 тысяч рублей. Вообще представьте. Ну, просто я считаю, на лицо никогда денег, бабок жалеть нельзя вообще категорически. Обязательно мужчина и женщина должны быть ухожены. Для мужчин это нормально, когда он за собой ухаживает. Даже патчи, там, крема какие-то, уложения. После бритья, бальзам. Посмотрите, как он выглядит. А еще Собчак женилась. Я поздравляю. И вышла замуж. Поздравляю, да. Да, молодец. А вот, я же говорю, никогда не жалейте, не скупитесь на лицо. Так справлялась с паническими атаками. Да никак. Да. Ну что сделаешь? Ну ничего. Вот сейчас столько просто этих бьюти-боксов в тонну отправили. И у меня уже там немножко осталось. Вот. Просто мне еще очень нравится, что мне сразу купили. Я сегодня же либо на следующий день отправила. То есть это вот прям вообще кайф. Я сама легко себе такую чувствую, что я никому ничего не должна, что я сразу отправила. Класс. И девчонки благодарят, блин, спасибо, так быстро вообще не ожидали. Прям вообще классно. Вот в последнее время почему-то все жалуются на панические атаки. Вы знаете почему? Потому что живем в мегаполисе. Потому что мы не имеем возможности отдыхать так, как нам полагается. В сутках 24 часа. Мы зачастую не высыпаемся, не досыпаем. Где-то, может быть, переспим. Но каждый человек хотя бы час в сутки должен быть наедине с самим собой. Без телефона, без радио, без каких-либо звуков. Просто в тишине. Хотя бы час он должен будет сам себе принадлежать. Один должен быть. И тогда, мне кажется, полегче будет жить. Просто у нас нет такой возможности одному где-то побыть. Без телевизора, без шума какого-то. Еще что-то. У всех психика раскачанная, расшатанная. Поэтому я рекомендую попить валерьяночку. Только как попить? Не сразу пачку выдал, а в день по две штучки. Курсом пропить нормально. В деревне жить. Да ну в деревне жить это... Не знаю, кому-то нравится деревенская жизнь. Для меня это ад, конечно. Просто для меня в деревне жить это ад. Я никогда не смогу на коров смотреть. Синей пасти. Я не знаю, что они там делают. Кур кроликам убирают клетки. Кур кормить. Рубить их. Не-не. Это вообще для меня страсть. Пасека пчелиная. Ой. Боже упасти от такой жизни. Я все равно человек вот все-таки человек мегаполиса. Я не могу. Какие витамины пила в рыбе примести? Рыбий жир. Вот. Солгар компания. Самый лучший рыбий жир считается. Вот. Потом только... И если там кто-то жлобится там на солгар, они там тысячу чем-то стоят, да? Там подешевле возьму. Какая разница одной тоже. Ну фиг знает. Есть еще рыбный жир. Никогда не берите рыбный жир, потому что он делается из отходов рыбы. И он стоит там копейки. Это мне Женя когда-то напутал. В аптеке ему дали. Женя пришел четко, сказал. Рыбий жир. А нам рыбный жир продала там за 75 рублей. Это что за рыбный жир такой? За 75 рублей там целая пачка. Я как прочитала. А там вообще на этой фабрике нашли крысиный яд. Я беременна. У меня первый триместр. Женя говорит, а как вообще? У меня шок такой был. А вот это вот все, оно там в одном и том же месте. Не, нифига. Самые лучшие витамины для меня это компания Солга. Саша, ты делала что-нибудь с лицом операции укола? Нет, боже упаси. Нет. Я буду уколы делать там подтягивающие, какие-то устраняющие морщины. Тогда, когда мне это понадобится. Это там, наверное, 30 после 30. Ну, после 30, я надеюсь. Вот. Потому что у меня мама сама недавно относительно начала колоть лицо. Женькина мама. То есть я прям за девчонками своими стараюсь следить. Если бы мама, конечно, Женьки к нам почаще приезжала, мы бы почаще ее к Мадинке нашей водили. Вот. И очень важно, кто вас колет. Потому что можно заколоть так, все просто кошмар. А можно и очень аккуратненько и красивенько сделать. Посмотрите на мою маму. Плюс еще генетика. На Женькину маму посмотрите тоже. Молодые девки, красотки. А вот. Ногти ломаются? Не. А у меня всегда здесь эти... Укрепления. Вот. Поэтому у меня не ломаются. А так мои, наверное, ломались бы. Мои просто как тряпки. У меня никогда не было роскошных ногтей. Ну, я скрипачка. Их никогда не отпускала. Вот. Это вот во время беременности только хожу с ногтями. Потому что руки отечные. И я даже... Я просто понимаю, что я скрип сколько времени уже не брала. Я сейчас не знаю, как играть. Пальцы толстые. Вот. Привет, Иркутска. Хорошо выглядишь. Спасибо. Замечаешь за собой, что все повадки некоторые выражены. Выражение, интонация. Похоже с мужем. Ужигаешь, что ж так же у него со мной. Ой, свернички. Свернички тебе взял. Только подогреть сейчас надо будет было. Скучаешь по скрипке? Да, очень скучаю. Мы вообще все беременные слушаем. Мусоргского, Равеля, Дебюси. Ой, достала. Она еще мало того, что слушает. Она еще и поет. Да, я еще и роман, романсы мусоргского слушаю. Оперу Бориса Годунов. Песня Варлама. Как во городе было показано. Мне так нравится. Просто не могу. Почему, Милана, девочка, зачем? Кавказское имя русской семьи. Да вы кому? Мне вообще вопрос такой задаете. Почему у тебя залысина? Да потому что я лысая. Это не залы, это плешики. Почему ты залысина? Вы по бокам имеете ввиду? Ну так вот сложилось. Они у всех есть. У кого-то они более заросшие, у кого-то открытые. Слава богу, у меня не заросшие. Мне наоборот так нравится. Это у меня как у отца биологически. Вот я посмотрел бы, знаешь, вот посмотрел бы вот эти кобылы, которые тебе пишут, вот такого рода сообщения, да, залысина почему. Я посмотрел бы, как эта тварина открыла бы эфир прямой, и мы бы всем бы народом, всем бы пошли бы к ней и рассказывали бы о ее недостатках, мешками под глазами сисек до пола, жопой грязной, понимаешь, ковром, который висит на заднем фоне, мужем-алкашом, понимаешь. Вот все бы это, вот с удовольствием бы зашли бы к ней на эфир и поговорили. Надо, кстати, сделать такую акцию, кто гадости пишет, все переходим к ней в эфир. Так она фиг выйдет, понимаешь, они потом, они еще что делают, гадости написали?